Big, large, what do they mean and how do they differ? Let's find out today. Am I big? Am I large? Hey, what's up? My name is Antonia Remarker and today we'll compare big and large. Привет всем и добро пожаловать на английский завтрак! Меня зовут Антонина и сегодня мы с вами сравним два очень похожих слова big и large. Оба они чаще всего переводятся как большой, но есть кое-какие различия. Let's get to the bottom of this. Итак, когда мы говорим о размерах большой, то можно использовать и big и large. Оба этих слова взаимозаменяемы. Некоторые преподаватели считают, что large это более такое образованное слово, более такое сложное, книжное. Но на самом деле они просто одинаковые в этом значении. Я могу подмерить эти туфли большего размера? Оба слова bigger, larger здесь возможны. Я поменяла эти штаны на размер побольше. Опять? Bigger, larger? Разницы нет. They have a big house in the country. They have a large house in the country. У них большой дом в деревне. We need a bigger car. We have five children. We need a larger car. Нам нужна машина побольше. У нас пять детей. Это самый большой батутный домик, который я когда-либо видела. Теперь давайте поговорим о возрасте и значимости. Здесь используем big. Рассмотрим парочку примеров и вам станет понятнее. Мы можем сказать the big boss. Большой босс. Ну или my big boss. Мой большой босс. Big здесь будет означать большой по карьерной лестнице. Большой, то есть директор, самый главный. The CEO. The chief executive officer. А my large boss будет означать мой большой босс по размеру. Large это размер. То есть босс, который большой. Сильно высокий, широкий. Плечи у него широкие, спина или он полный. Вот это будет my large boss. А my big boss это... Нет, не совсем, но директор. Еще два примера. My big brother. Мой большой брат. Имеется в виду мой старший брат. My big brother. У меня два брата. И вот старший это будет my big brother. А младший my little brother. Если я скажу my large brother, то я опять говорю о размере. Это большой, полный или высокий. Вот, ну, по размерам большой брат. Есть парочка выражений, которые лучше использовать со словом large. Это a large number of. Большое количество чего-то. Лучше сказать large, а не big. A large number of mistakes. Большое количество ошибок. A large number of competitors. Большое количество соперников на каких-нибудь соревнованиях. Ты сделал большое количество ошибок в своем сочинении. Что касается большого количества, когда мы говорим о неисчисляемом, например, сахара или критики, то здесь тоже лучше сказать a large amount of. Хотя a big amount of тоже возможно. Здесь это, в принципе, употребимо, но лучше, опять же, говорить a large amount of. Большое количество, когда мы говорим о чем-то, что нельзя посчитать. Например, большое количество сахара. A large amount of sugar. Nowadays people consume a large amount of sugar. Сейчас люди потребляют большое количество сахара. Что касается big, тут тоже есть парочка интересных фраз. As a big spender, транжира. Человек, который много тратит. Дословно большой тратильщик. A big spender. Are you a big spender? Sometimes I think that I am a big spender. I need to buy less. Иногда мне кажется, что я транжира. Надо меньше покупать. Также можно сказать a big eater. Обжора. Тот, кто много ест. Дословно большой едок. I used to be a big eater. But now I try to eat less. It's so very hard. Раньше я была обжорой. Но сейчас я стараюсь есть меньше. Это так сложно. Также есть несколько идиом, связанных с этими словами. Например, Что ж, мы разобрались в разнице между big and large. А теперь нам пора прощаться. Надеюсь, что вам понравилось смотреть этот урок. И вы обязательно поставите лайк. Потому что лайки очень мне нужны для развития. Чтобы я смогла помогать большему количеству людей, Пожалуйста, прямо сейчас нажми лайк. Это очень мне поможет. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь, Если хотите продолжать изучать английский вместе со мной. А на этом все. Увидимся в следующем эпизоде. Начинайте свое утро с английского завтрака. Пока!